Здравствуйте! Вы смотрите программу «По существу» в студии Татьяны Молокова. Сегодня наш гость – уполномоченный по правам предпринимателей в Чувашской Республике Владимир Иванов. Владимир Николаевич, здравствуйте! Добрый день! Владимир Николаевич, давайте поговорим сегодня о молодых предпринимателях. Все-таки, наверное, предпринимательство, умение вести бизнес, какой-то в свой взгляд, это нужно воспитывать с детства. И люди, которые с детства видели, как развивается бизнес, может быть, читали, изучали, знакомились как-то, они в будущем, во взрослом возрасте становятся успешными предпринимателями и бизнесменами. Вы абсолютно, я думаю, правы. Чем отличается поколение нынешних молодых предпринимателей от тех предпринимателей, которые пришли в начале 90-х годов? Тем, что у нынешней молодежи есть возможность посмотреть на примерах своих родителей, на примерах своих знакомых, как ведется бизнес, какие направления бизнеса эффективны. И самое главное, что есть огромное количество литературы, которая поможет не сделать ошибки, выходя на путь предпринимательства. С другой стороны, существует сообщество предпринимателей. Это то же самое сообщество именно молодых предпринимателей, которое уже охватывает практически всю страну. Когда молодые ребята, занимаясь бизнесом, обмениваются опытом, обмениваются технологиями, техниками ведения предпринимательских каких-то инициатив. И самое главное, друг друга заряжают энергией, у них появляется такая соревновательность, кто больше заработает. Это, кстати, неплохая мотивация, не только заработать себе на жизнь, но и сделать это лучше других, качественнее других, и чтобы это выражалось еще в финансовых показателях. Какие-то накопления, да? Да, не только накопления, а именно сделать красивый бизнес, который приносит большой доход. У нас, Чуваш, есть клуб молодых предпринимателей? Или у нас предприниматели все объединяются в одну организацию, в один клуб? Вы знаете как? У нас есть очень хороший клуб молодых предпринимателей. Которые в свое время основали выходцы из города Чебоксары. Это бизнес-молодость, я думаю, что очень многие знают. Это как раз образовательная такая программа. И они как раз составляют, наверное, костяк молодых предпринимателей города Чебоксары, Чувашской республики. И это, наверное, основная организация, которая вокруг себя собирает молодежь. Владимир Николаевич, давайте немножко уйдем, скажем так, в матчасть. Кто такие предприниматели? Это люди, которые занимаются куплей-продажей, перепродажей, или те, кто занимаются развитием какого-то производства? Вы знаете, у предпринимательства существует несколько уровней. На самом деле, самый стартовый, самый первичный уровень – это торговля и услуги, которые не требуют таких серьезных больших вложений. Не будем говорить о больших гиперсетях. Это совершенно другие технологии. Но торговля все-таки не требует больших вложений. Следующий уровень – это все-таки производство. Производство требует как вложений в технику, вложений в персонал, в грамотный персонал, вложений в маркетинг. Самое главное – это маркетинг, на самом деле. Это наладка такого постоянного финансового потока, который будет поддерживать бизнес. Потому что любой бизнес… Мне очень нравится выражение, что прибыль – это хлеб компании, а деньги – это воздух. Вот если компания вроде как прибыльная по бумаге, но денег в текущем плане нет, то такая компания долго не проживет. И третий уровень ведения бизнеса – это финансовый бизнес. Когда игра на курсе акции, игра на курсах, может быть, валют. И это высший пилотаж, который качественно можно научиться делать, наверное, через определенное время. И набитые шишки, и потерянные деньги. Но самые большие деньги как раз делаются, конечно, в финансовом секторе. И какая поддержка для молодых предпринимателей вот сейчас есть? Ну, вы знаете, какой момент. Сейчас очень время быстро меняется. И существуют компании, которые на рынке всего год, два, три, которые очень здорово борются за долю на рынке, которые привлекают клиентов к себе. Почему? Потому что сейчас стали очень дешевые технологии. Интернет-технологии позволяют дешево вести бизнес, недорого. Интернет-технологии грузовой доставки, которая позволяет быстро перекидывать большие объемы товара с небольшой наценкой из одной части страны в другую часть страны. То есть здесь важно эту добавленную стоимость увидеть и ее включить. Что касается вот вы… И новой формы поддержки. По формам поддержки малого предпринимательства, да, безусловно, государство помогает. И где-то в год около 350 миллионов в бюджете республики заложено на поддержку субъекта малосреднепредпринимательства. Ну, во-первых, это, безусловно, поддержка инновационных предприятий. Что такое инновационные предприятия? Достаточно иметь патент на какое-то изобретение для того, чтобы на запуск этого продукции компенсировать часть затрат. Потом очень серьезно поддерживается, безусловно, экспортная работа. То есть ту часть расходов, которая необходима для производства экспортно-ориентированной продукции, государство частично берет на себя. Ну и в этом году вот новинка, которую предложил Минэконом Российской Федерации, это поддержка в виде компенсации части затрат до 50% на обновление производственных фондов. И модернизацию. Модернизацию и обновление. То есть это, на самом деле, немаловажный больной вопрос о устаревании производственных фондов. Очень многие станки еще в Советском Союзе работали в 80-х годах. И сейчас, безусловно, для повышения производительности труда, для повышения эффективности, необходимо срочно переходить на новые станки оборудования. Для того, чтобы оборот, ну вот в производстве считается нормальный оборот, минимальный оборот, который позволяет хорошо развиваться где-то 3 миллиона рублей на одного человека в год. Должен быть оборот на 3 миллиона. Тогда компания будет развиваться. Если эта сумма меньше, значит, возникать будут какие-то проблемы, в первую очередь, с продвижением и развитием. Владимир Николаевич, ну вот вы немножко вскользко рассказали, что вы были в Канаше, там назначили общественного помощника. Я знаю, что вы посетили еще два района, Батревский и Яльческий, встречались с предпринимателями из этих районов. Чем живут предприниматели на юге республики? Какие у них есть проблемы, может быть, с чаянием? С чем они к вам обращались? Ну, основных проблем две, наверное, да. То есть, первая проблема заключается в недостатке финансовых средств. Это привлечение каких-то средств со стороны. Но этот момент, безусловно, конечно, должен находиться в инициативе самих предпринимателей. То есть, основную часть и рисков, и финансовых средств необходимо привлекать самостоятельно. То есть, государство здесь может помочь только отчасти. Вторая часть вопросов, это касается каких-то проблем, которые возникают в текущей деятельности. Это были вопросы по системе налогообложения. Но под начислением штрафов и пений за какой-то длительный период. Но здесь я хочу обратить внимание, что прежде чем начать работу, я уже на всех площадках это говорю, необходимо четко изучить гражданское законодательство и налоговый кодекс. И тех людей, которые предприниматель нанимает, должны быть четкими профессионалами, хорошими, которые умеют читать законы. Потому что основная часть проблем, которые возникают у предпринимателей, это неумение читать законы. Я знаю, что вы сами были молодым предпринимателем. И у вас наверняка есть советы для тех, кто хочет стать предпринимателем, кто хочет развивать бизнес. Ну, безусловно, 20 лет назад начать заниматься предпринимательством, с одной стороны, было проще. Почему? Потому что все ниши были открыты. Но с другой стороны, сейчас в чем преимущество? В том, что достаточно много денег на рынке. Конечно, и конкуренция за деньги потребителей очень высокая. Но тем не менее, найти свою нишу, это краеугольный, наверное, камень. Ту нишу, в которой вы разбираетесь, которую вы знаете, которая, может быть, на первом этапе не требует больших капитальных вложений. Это вот та же самая интернет-торговля. Это же самое главное о себе заявить красиво и большему кругу лиц. Сейчас есть технологии специальные для этого. И мы, по моему субъективному мнению, все-таки начинать необходимо, чем раньше, во-первых, заниматься предпринимателем, тем лучше. Понятно, что предприниматель может получить свидетельство только с 16 лет в особых условиях, а так с 18 лет. Но первые шаги предпринимательские через родителей, мне кажется, можно предпринимать начинать уже летом с 9-10. И это будут первые ошибки, возможно, первые потери, но они будут не такие большие. А потом уже возникать будет интуиция и умение правильно обращаться с деньгами, и понимание потребностей клиентов, механизмов продвижения. То есть, чем раньше молодой человек или девушка начнут работать либо на финансовом рынке, либо осуществляют какие-то маленькие, небольшие продажи, но тем не менее это позволит научиться работать. Многим молодым ребятам, 9-летним тем же самым, это самые главные советы дисциплины и чтения. Там они могут многое почерпнуть. Ну и практика тоже. Практика тоже немаловажную роль играет. Спасибо большое, Владимир Николаевич. Я надеюсь и думаю, что ваши советы пригодятся очень многим и начинающим предпринимателям. Но я думаю, что и опытным тоже есть. Будет на что посмотреть. Может быть, опытом делиться когда-нибудь. Спасибо, что пришли к нам в студию. А я напомню, что сегодня у нас в гостях был уполномоченный по правам предпринимателей в Чувашской республике Владимир Иванов. До свидания. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!